Добрый день, уважаемые дамы и господа! С вами Константин Белый и наша рубрика Доктор Баня по белому. Мы сегодня продолжим разговор, потому что люди продолжают спрашивать по дымоходам. Оказывается, очень злободневная тема. Проблемы у людей постоянно вылазят. Дымоход здесь рулит. Больше всего проблем с дымоходом, потому что ему на начальной стадии, на проектирование, на покупке люди сэкономили и не уделили внимания. Сейчас постоянно спрашивают, как сделать, переделать, добавить, убавить. И спрашивают за различные элементы. Вот сегодня был вопрос. Человеку обязали купить шибер на то, чтобы поставить обычную печь, шиберную заслонку, обязательно и дымоход. Дымоход сразу сэндвич от начала и до конца. Ну то, что сэндвич от начала и до конца, в принципе, я ничего против не имею. Хотя всегда всем советую, первые разгоночные элементы, которые идут по помещению, ставьте одностенную трубу. Нормально. Если кого-то смущает, что она там сильно нагревается, потому что основная масса печей, которую вы покупаете, все-таки перекаляют первые элементы. Ну, поставьте какие-то декоративные сетки, решетки, вплоть до того, что даже камнем там заложите, чтобы они... Но первые элементы не ставьте сэндвичем, не загоняйте температуру туда высоко, потому что у вас не будет остывать, у вас будет постоянно весь сэндвич перегретый. И даже выход на кровлю, это что очень нехорошо. Нужен все-таки, чтобы температура была оптимальная. Не приводить их к пожарным нарушениям, пожарным нормам и прочее. Так вот, вернемся к Шиберу, поскольку именно за Шибер то и был разговор. Человека обязали купить Шибер. Ну, давайте просто самое главное, разберемся. Задача и назначение Шибер. Меня постоянно там клянут, что я вот существуют ГОСТы, где написано четко в этом ГОСТе, чтобы дыбоход был обязательно 5 метров там, где обязательно должна быть Шиберная заслонка и прочее. Я еще раз всех прошу, люди, внимательно читайте ГОСТы. Потому что основная масса ГОСТов, это сделано для кирпичных теплоаккумулирующих печей. Почему там стоит и размер 5 метров? Почему там и диаметры? Вы посмотрите, диаметры дымоходов. Тогда вы это в первую очередь нарушаете, вы не те диаметры дымоходов ставите, если вы к этим ГОСТам привязываетесь. И Шибера там ставят, потому что печи теплоаккумулирующие. Потому что печи периодического действия. Это значит, что вы когда натопили, печь набрала тепло, а потом она должна отдать тепло, чтобы она это не отдавала в атмосферу. Существует Шибер, которым перекрывают и заставляют это тепло остаться в доме, передаться к помещению. Это такая задача и работа теплоаккумулирующих печей. Мы сейчас 90% может быть даже и больше печей ставим постоянного действия. Если печь постоянное действие, а зачем ей тогда Шибер скажите? Если она постоянное действие, для чего он вам там стоит? Не можете ответить, да? Ну, тут же некоторые... А для того, чтобы тягу регулировать, уважаемые, чтобы тягу регулировать, у вас есть подача воздуха на горение. Вот вы ее регулируете. Это может быть зольник, это может быть дверца, заслонка, что угодно. В каждой печи что-то есть. Ну, какой регулировок и тяги? Вот я, знаете, могу вот так вот абстрагироваться. Ну, скажите, у паровоза есть Шибер? Ну, кто-то скажет, ха-ха, ну что ты у нас с паровозом там своим все? Ладно, автомобиля есть. Опять же мне скажут, ну что ты лезешь в область там передвижной техники? Мы говорим о котлах, о печах. Хорошо. Современные котлы газовые Шибер имеют? Вот хоть один задумался, вот возьмите ГОСТы установки современных котлов. Найдите слово Шибер. Возьмите, найдите. И сразу поймете, что вас просто-напросто давят теми 100-летней давностями нормативами. Просто душа. Почему? Потому что производителю выгодно. Вот такая маленькая фентиклюшка, тысяча там полторы, две, три тысячи. Ни за что. Просто так. Вы решили обезопасить себя. Вопрос от чего? От дурака вы, наоборот, включили дурака. Извините за выражение, но так оно и есть. Поэтому Шибер, он ненужный. Он создает вам препятствие для чистки вашего дымохода. Он увеличивает засорение дымохода. Еще раз говорю. Внимательно посмотрите на современные системы. Найдите Шибера на современные системы. Как один мне говорит, а ты у трактора видел на трубе? Слава Богу, на тракторах поездил, поработал даже. Так вот, если чтобы вы знали, на тракторах, на трубе, это клапан для того, чтобы туда не попало. Дало атмосферные осадки. То же самое, что вы ставите наверху зонтик. Зонтик. Поэтому, уважаемые, прежде чем принять решение, просто-напросто посоветуйтесь. С знающими людьми. И не надо слушать монагеров, которые сегодня, вчера торговал конфетами, сегодня дымоходы продает. Не надо их слушать. Надо слушать специалистов, которые понимают в теплотехнике. Которые разбираются в теплотехнике. У меня пока все. Всего вам доброго.